Да, уважаемые присутствуют, мы начнем заседание группы народного контроля. Здесь присутствует 9-10 человек членов народного контроля, присутствуют авторы заявления, присутствует председатель ТСЖ по улице Курска 76-2, я зачитаю вам заявление, чтобы всем было понятно, о чем будет речь. Комитет народного контроля с жителями дома 76-2 в улице Курска улица Жизного заявление. Просим вас объективно рассмотреть вопрос, возникший в результате правления нашим домом товарищам собственников жилья. При организации ТСЖ был избран председатель ТСЖ и им же были предложены виды на члены права. Дом наш новый, поэтому все жильцы мало знали друг друга и большинство оказывали доверие в организации ТСЖ председатель управления. Однако, по прошедшей времени стало видно, что нашим домом председатель правит в одно лицо, на что не раз мы обращали его внимание. После 10 месяцев существования нашего ТСЖ нами был затребован отчет расхода денежных средств, поступающих на наш расчетный счет. Понятно что-то объяснить председателю и сносу. На наше неоднократное русское письменное предложение собрать собрание членов правления, либо собрание собственников жилья председатель отвечал, что ему это не нужно. Однако, налицо такие факты, как непомерно высокая плата за отопление. Все суббоненты подключены на общедомовый счетчик, учета тепла. Не регулируется потребление тепла в зависимости от температуры воздуха. И это при том, что в штате ТСЖ имеется сантехник. Нецелевое использование денежных средств для условий повышения платы замок до 14 рублей за один квадратный метр. На расчетном счете нет денежных средств, они все куда-то расходуются. Не пользуется наш председатель сметами, упряженными правлениями. Не прорабатывается конъюнктура рынка при покупке товара, либо проведении работ. Что покупать, то же решает сам. Денежными средствами, находясь на расчетном счете, наш председатель распоряжается в одну лицу. Бесписленное согласование с членами правления. И таких фактов может набрать от завода правления очень много. Не подготовлены документы ни по одному неплательщику для передачи дел в судебные органы. Вся оплата за неплательщика производится денежными средствами честных собственников жилья. В конце апреля, согласно обставу ТСЖ, закончились полномочия издранного председателя. Однако проводить отчетно-выборное собрание собственников жилья он отказывается, заявляя то, что проведет заочное голосование. Просим вас объективно разобраться в данном вопросе, оказать нам помощь в проведении с вашим обязательным присутствием отчетно-выборного собрания собственников жилья. Либо предложить альтернативного председателя, управляющего компанией, либо любую форму управления нашим домом. С уважением, мы надеемся на помощь собственников жилья. Подписи имеется. Я получил заявление, получил я, Алексеевичу, внимательно разобраться. Он провел, так сказать, довольно проботливую работу и сейчас доложит, что ему удалось и какие, так сказать, у него предложения, если будут приемными, значит, будем рекомендовать предложения осуществить. Ну, в самом начале, значит, можно я, не вставай, не вставай. Да, все сидят. Значит, ну, прежде чем рассматривать вот это заявление, появились отдельные сметные или денежные, так сказать, раскладки по ТСЖ. Но, исходя из того, что имеется устав ТСЖ, в котором четко прописываются все рекламентные, так сказать, действия по деятельности ТСЖ, в частности, что ТСЖ избирается, правление избирается на два года, то есть в марте месяце ТСЖ уже в своей полномочии у ТСЖ истекли, управление, всего правления, в том числе и председателя. На два года избирается ревизионная комиссия, в данном случае по дому имеется один ревизор, тоже срок полномочий на два года. В уставе прописано, что срок, вернее, численность управления составляет до семи человек, но ни одного документа, подкрепляющего сколько на сегодняшний день, что существует, пять человек, с собранием не было подтверждено. То есть протоколами собрания, что не сей, а пять. И комиссия ревизионная должна состоять из одного ревизора вместо, как положено, из комиссии. То есть численность в уставе тоже не прописывается. Далее в уставе четко прописывается, что ежегодно проводится отчетно-выборное собрание по финансово-хозяйственной деятельности правления, председателя и, естественно, расходной части всего ТСЖ. Значит, кроме всех этих дел, которые на сегодняшний день имеются, и раскладка по предварительному, хотя бы даже то, что мог, рассчитано на предстоящий 2011 год, который составляет по предложению правления 14 рублей 75 копеек, другим моментом там 14 рублей 77 копеек. Но во всяком случае из анализа этой сметы видно, что денежные средства на управление ТСЖ, то есть самого управления вместе с председателем, выделены отдельной срокой в размере 2,50 с одного квадратного метра. Вместо с тем имеются отдельные моменты, которые в раскладке показывают, что кроме этих моментов, что входит в заплату, еще по управлению дома имеется аренда офиса, которая составляет 25 копеек. Далее идут расходы на услуги РФЦ, банка и хозяйственные необходимости для управления. Это еще составляет в общей сумме 1,13 рубля всех вещей, так сказать, на ремонтные работы и обслуживание дома включена компенсация за использование личного имущества председателя. Тоже составляет 16 копеек. Таким образом, только на управление дома получается почти 5 рублей, если сложить все эти суммы с одного квадратного метра. Если раскладывать дальше, что имеется также по эксплуатации лифтов, здесь расходы заложены 3,46 рубля вместо 3,15 рубля. Итого почти 15 рублей получается обслуживание одного нового дома. А из тех же самых видов ремонтных работ остается на обслуживание дома текущие любые работы, что очень незначительно. То есть здесь входит рубль 12, ремонт фасада и ленточные работы крыши. Всего лишь незначительная часть. Это то, что касается финансовой части. Причем отдельные моменты здесь прописываются таким образом, что на сегодняшний день желает площадь по ТСЖ 13,859. По другим источникам, имеющимся здесь же даже в администрации, расхождение имеется на 84 квадратных метра. То есть уменьшенная форма. А если по дому, который принят в эксплуатацию, то вообще разница значительно большая. То есть там идет 222 403 квадратных метра. Это значительная разница. Идет расхождение с нежилыми помещениями, то, что сегодня представляется. Значит, здесь показано, что в смете нам, ну, жильцам, не нам, а жильцам предложена сумма нежилых помещений 917 квадратных метров. По другим, имеется акт обследования дома, где нежилых помещений 984 квадратных метров. То есть это все идет в занижении расходной части и влияет на общую сумму, которая собирается с жильцом. Во всяком случае, на сегодняшний день, и это подтверждается, сегодня даже я разговаривал с одним из членов правления, Красниковым Валерий Ивановичем, который сказал, что я неоднократно просил председателя собрать правление в моем присутствии. Он имеет свой интерес в том, что у него нежилое помещение, и ему разное время представляют разные счета для оплаты. Он говорит, я своему бухгалтеру сказал, что со мной будешь рассчитываться так, как я определился в самом начале с вами. Поэтому есть замечания, много замечаний жильцов, поэтому вот такой вопрос, наверное, и в ответ не случайно, что самое главное, что нет реальной цифры расходов по дому. И отдельные моменты, которые из-за прошлой, если имеются данные, то здесь выведены отдельные суммы, что водоотведение для уборки подъезда составляет рубль 17 с одного квадратного метра. Сумма непримерно громадная. Значит, существуют нормативы использования таких вещей. Если даже взять их во внимание, то на содержание дома расход воды на одного человека, на одного человека, на одну помолку, три квадратных метра. Если ее увеличить даже в три раза, то это будет составлять не более 10 копеек с одного квадратного метра стоимости. И таких примеров можно много. Сегодня вопрос стоит о том, что необходимо отчитаться перед собственниками жилья по всей финансо-хозяйственной деятельности, произвести соответствующие выборы в соответствии с уставом. То есть эти выборы должны пройти общим собранием, предложенные кандидатуры, но ни в коем случае не заочные голосования. Заочные голосования составляют только в том случае, и в уставе это прописано, если не было организовано нормальное общее собрание собственников жилья. Товарищ собственник жилья – это представитель всех собственников, это не управляющие компании. То есть здесь нужно исходить из интересов всех жителей и главных собственников своих жилых помещений на квартирном кроссе. Я практически пока все, дальше уже можно будет. Вопросы к Игорю Алексеевичу есть? Понятно, о чем речь. То есть мы будем говорить, жители, которые обратились за помощью нашей, небольшое такое исследование, что бы выявило реакцию Состякова, где, так сказать, председатель управления мобильных спортсменов, то есть, наверное, не совсем корректно установлены суммы. Во-вторых, так сказать, я не увидел, наверное, у вас открыт еще, наверное, не знаю, на дом, да? То есть, учитывая то, что этот дом новый, наверное, там должны идти какие-то накопления за два года, которые могут использоваться, скажем, на какие-то крупные ремонтные работы, скажем так, в течение двух-трех лет собирать эти деньги и так далее. Конечно, в новом доме может быть мало требуется свой на ремонт, но они когда-то потребуются. И когда эти деньги, которые люди платили, они должны быть востребованы. Их, конечно, можно садить в банк на счете, как проценты, зарабатывать даже деньги, но они должны чиститься определенно на доме. Поэтому, может быть, у вас все это дело ведется. Я не хочу вас тут, как говорится, сразу обвинять, но вы, как председатель ТСЖ, должны, прежде всего, находить общий язык, с правлением со своим контактами работать. То есть, без согласного устава определенные действия ваши могут выполняться только согласие или совершение правления. Самолично есть какие-то вопросы, которые вам получили на правление. Да, вы можете без правления править, но есть те, которые от правления. А есть вопросы, которые только согласие с собственником жилья. То есть, большинство, когда проголосуют и вам что-то рекомендуют или разрешат, тогда выговорят нет. Это общее правило. Поэтому, ну, какие-то там, скажем, слои, амбиции, что вас кто-то там не понимает, или вас кто-то не слышит, или вас в чем-то подозревают и обвиняют, они сразу исчезнут, как только вы вот такой контакт установите и будете, так сказать, согласно и вашего устава, прежде всего, и тех норм действовать. Поэтому я не думаю, что это вот им интересно, когда вас что-то наговаривают, а нам интересно тут вас получать, мы не собираемся вас получать, мы просто хотели бы, чтобы вы все-таки, ну, если объяснили, в то же время в дальнейшей своей работе, если вам доверит руководитель дома, ну, у кого все равно с ним, не просто там, пожалуйста. Что касается смете 3.46 за обслуживание обслуживания. Я с вами согласен, 3.15 это берет диспетчерская служба, а 40 тысяч у нас уходит, на тех освидетельствованных лифтах. Мы их должны учитывать куда-то. Поэтому там расходит сумма 3.46 рубля. Это первый вопрос. Что касается вопроса по тому, проводить собрание или не проводить, по крайней мере, в жилищном кодексе прописан выбор, заочное или очное голосование. Мы все собрания проводили и очно, и потом же я брал решение, и каждому собственнику в квартиру заходил, проводил заочное голосование. Что касается выбора, жители выберут, жители сделали свой выбор, заочное голосование. Правление, председатель остались управлять домом на второстном руке. Что вопрос там был, я бы сейчас прослушал, уже провело у вас собрание. Да, заочное голосование. Вы отчитали за два года. Что касается отчета. Постановление правительства от 23 сентября 10 года, где раскрыты информации. Вся информация, у нас в Думе есть в нашем ПСЖ сайт, и вся информация о движении денежных средств, все, 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 все на этом сайте, и отчет за 10 год, все там имеется. Также мы вывешиваем информацию на досках информационных у каждого подъезда. Вывешивали отчет в подъездах. Ну, что из этого получается? А информация на сайте вроде бы. Можете заходить, и весь город уже знает, что есть сайт. Мы ни от кого не скрываем. Ничего. Можно прокомментировать? Сейчас закончится. Давайте, закончится. Давайте. Не перезвивайте. Закончится. Пожалуйста, дальше. Что касаемо собственников, там прозвучало, что квадратура меньше. Там указаны собственники, которые нам оплачивают. А те, которые нам не оплачивают, мы их не указываем. Что касается завышения тарифа на отопление. Тарифы на отопление мы не завышаем. У нас стоит счетчик. Что счетчик показал, то мы и оплатили. Все это есть документально. Расчеты производятся совместно с гортеплосетями. За каждый месяц ведется ведомость учета. Поэтому обвинение в том, что в затоплении, допустим, у нас за этот отопительный сезон, за 7 месяцев, у нас вышло 22 рубля с квадратного метра, среднее. За год 13 рублей. Поэтому по тому возму у нас получилось 1,43. Весь город заплатил порядка 14 рублей с квадратного метра. 1,43 это за что? С квадратного метра. Отопление за год. 11 рублей в этом году платят люди после повышения тарифа. Так, давайте, Игорь Юрьевич, да? Я вам рассказываю так, как дела обстоят у вас. У вас все или что? Все. А вот разница в квадратных метрах самого здания по БТИ там больше 20 тысяч, у вас 613. И ошибка вы разбираете? Если брать общую площадь с подвалами и с тех этажами, там получится 20. Нет. Речь идет о жилых. О жилых. 829. 13 тысяч, 829, 54. Нет. Да. Это жилые. Это жилые. Значит, при передаче дома от ЕРЦ нам дали такую квадратуру. 13 919. Не может такого. Вы откроете сайт? Вы откроете сайт ЕРЦ. Ну почему вы тогда со всеми организациями рассчитываете? Это вы как хотите можете, с кем хотите можно рассчитывать. то есть никто вас не, эко-сервис вас не будет перепроверять. Какую сумму дали, такую и дали. Где подтверждение? Почему какую думу дали? Где подтверждение? Чего? Факта. Да у нас все договора, все бумажно заключено, со всеми организациями. Где подтверждение, что вы все проверили, как инвентаризацию всего дома, вы лично, как правление и председатель сделаны. У нас чего? Исключить. Исключить. Расхождение в цифрах. Исключить. Это первое. Второе. Значит, вы здесь говорите, что у вас проведено уже собрание. Чего? Сомнительно. Вот решение ваше. Срока проведения заочного голосования не имеется. Второе решение, где вы продлеваете, продлить полномочия. Это не уставное. Это не жилищный кодекс. Не предусматривает такого вида, как продление полномочий. Нет такого вида вообще продления полномочий. Есть выборы? Избирается, значит избирается. Если президент наш захотел, сказал, продлите мне полномочия с 12-го года до 15-го, не надо выбор. Это ли ошибки? Сроков нет. Сроков нет. Вот они. Сроки, документы. Вот эти сроки. Написано. Порядок проведения общего собрания. 45-я статья жилищного кодекса. Написано. Собственники в надквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственников в надквартирном доме. Сроки и порядок проведения годового собрания собственников в помещении на квартире, а также порядок уведомления и принятия ими решений устанавливается общим собранием собственников помещений на квартирном доме это для того написано и только 47 статья говорит что если у вас этого всего не произошло тогда заочно не состоялась не состоялась ни одного раза вы этого ничего то есть здесь никто у вас несчетная комиссия вы лично посчитали 3 людей продлили себе полномочия потому что в основном большинство жильцов дома не видели этих даже сроков нету до какого числа сдаётся и какого проводится голосование кто считал так вы же написали 24 мая я получила попозже 24 мая потому что мы это узнали мы это узнали я узнали 21 мая так давайте у вас всё, да? пожалуйста, вы хотите? давай, я скажу ну давай можно съедить? да, конечно значит, почему возникла вот эта вот, понимаете ситуация, так сказать, уже возникла ситуация, так сказать, да мы избрали правление домов как этот СЖ мы доверили Игорю Юрьевичу, чтобы он возглавил это правление и чтобы мы были все довольны, понимаете? но я не хочу умолять его достоинств и положительных качеств детские площадки в порядке значит, он сделал вот эти самые значит, на площадках заходишь, свет включается уходишь, свет выключается конечно, это экономия электричества он следит так, чтобы подкрасить где-то бордюры подкрасить там стены где-то что-то залатать это он делает песок привозит но когда я взяла этот отчет за 2010-й год и проверила он из МОК вывел 298 тысяч на оплату неплательщиков это почти 300 тысяч мы пришли и сказали Игорь Юрьевич, ты не имеешь права тратить наши деньги на неплательщиков скажи конкретно, на кого ты подал в суд за то, что они не платят? там есть неплательщики по-моему и 115 тысяч и 30 тысяч и 6, и 10, и 25 и все таких немного в нашем Думе но наберется, наверное, человек 15 которые не платят но с ними же надо как-то разговаривать так, теперь, значит мы написали письмо чтобы он провел общее собрание это письмо зарегистрировано в ТСЖ никакого ответа нам не поступило и вы понимаете вот у него есть чувство собственного достоинства как мужчина он бегает от нас как заяц и все он какими-то путями, алкогольными с кем-то добавляется какие-то бумажки подсовывает вот это заочное голосование нам и хотелось услышать его полное отчет вот конкретно вот основной вопрос нас не устраивает то, что наши деньги выводят из МОК на оплату неплательщиков 300 тысяч это очень много и на 1 января 2011 года осталось на счете ТСЖ по его отчету 22 тысяч рублей и все какой это резервный фонд за 2 года когда мы его избирали мы ему дали карблаш пожалуйста с 10 тысяч МОК мы подняли до 12 потому что он говорил нам нужен и резервный фонд и все мало ли что может случиться и лифт отремонтировать все и вот эти деньги все ушли на неплательщиков вообще его отчеты не информативные мы много задавали ему вопросов по этим отчетам особенно последний этот отчет за 3 месяца прихожу я в ТСЖ и говорю главному нашему бухгалтеру Наташа дайте мне отчет за эти 3 месяца а я не делаю а почему вы не делали вы должны нам дать отчет за каждый месяц вот и этот отчет абсолютно не информативный понимаете и почему он нас избивает почему он чего он боится почему он не хочет провести общее собрание значит он опять избрал себе вот этих в члены правления тех людей которые абсолютно не заинтересованы тем как живет наш дом что происходит в нашем доме я ему предложила и конкретно разговаривала с нашим ревизором бездневой домой к ней приходила в феврале месяце я дала ей все эти выплатки и просила ее чтобы было проведено общее собрание что мы поменяем членов правления по одному от каждого подъезда и все выбрать старших по подъезду чтобы следили за теми кто не платящий вот злостный такой но есть не злостный но всякие ситуации бывают значит это все проигнорировано это было в феврале месяце в марте месяце закончились его полномочия мы написали ему подписались что необходимо проведение общего собрания чтобы надо провести перевыборы никакого ответа никакого приезда и все значит мы настаиваем на проведении общего собрания если люди изберут его то теперь членами правления то будут те кого мы предложим по одному от каждого подъезда уважаемые заслуженные люди которые не будут он может их собрать этих людей и каждое свое решение он будет проводить теперь под контролем членов правления если его изберут конечно но вот я считаю он получает зарплату уже не будучи членом правления председателем правления он получает амортизацию за использование своего личного транспорта это с 23 марта 23 апреля 23 мая это уже больше двух месяцев эти деньги он должен вернуть в кассу ТСЖ как безработанные почему он пользуется банковскими счетами кто дам такое право им использоваться эти банковскими счетами если он уже не председатель правления ТСЖ наш дом висит между небом и землей абсолютно обезглавлено вот как-то по накату все это катится но так долго продолжаться не может поэтому мы обратились за помощью чтобы нам помогали провести общее собрание всех жильцов дома я думаю что многие придут вот если мы к ним обратимся я думаю многие будут заинтересованы но нужен в него подробный отчет о его работе что бы он сделал все да вот все вы что-то хотите добавить да я хотела добавить часть 7 доклада Игоря Юрьевича потому что он оперирует тем что у нас создан сайт официальный да сайт создан но подчеркнуть оттуда какую-то полезную информацию в плане отчета в плане движения денежных средств в плане заключенных договоров в плане расходования денег и что-то полезное для себя нет там идет просто набор перечен можешь понимать это как движение денежных средств можешь понимать это как финансовый план надо как тебе угодно так и понимаю вот в частности вот что у меня всплывает в памяти это значит строительство офиса 60 тысяч понимая либо уже свершившийся факт либо это будущем либо это так я однозначно присоединяюсь у нас у нас стоит счетчик на подачу тепла дальше идут жильцы идут субабоненты которые имеют счетчик свой на подачу тепла часть субабонентов а часть субабонентов они так же как иные жильцы стоят на наших стояках когда мы стали платить по 32 рубля за квадратный метр за отопление ну естественно тут у каждого возникал вопрос мы только возле подъезда пристояли и как так можно за что мы платим мы судьбилдом мы приняли решение и решили проверить показания счетчиков субабонентов 25 числа одного из месяцев по-моему это был январь мы пошли записали Игорь Юрьевич продиктовал в подвал мы не побоялись пошли продиктовал два показания счетчика мы записали 25 февраля мы добросовестно опять с ней ждем не коррегирующих приходит идем опять в подвал записываем показания счетчика показания счетчика уже меньше чем предыдущие на что естественно был вопрос как меньше больше тут жена была сказана вы неправильно записали ежемесячно ведутся беседы с Галиной Ивановой Галина Ивановна объясните пожалуйста как мы платим как вычитаются гигакалории потому что сейчас по новому закону налогообложения нам пришлось это все изучить субопоненты не имеющие счетчика заключают напрямую с гортеклосетями субопоненты имеющие счетчик заключают напрямую то есть получается гортеклосети сами вычитают эти показания их что им решили начислить хотя есть такие вот у нас объекты гараж который смотрит на медсанчасть он оборудован в магазин там отопление идет Игорь Юрьевич скажи какими регелями идет труба диаметром 13-15 вот так вот так есть такие субопоненты которые понимаете есть и у субопонентов которые не согласны проекту установлены отопительной аппаратурой вот такие вот вещи и получается гордек носить сами нам это дело все регулируют мы просим ведь если есть правление если есть правление в этом правлении возьмется какой-то грамотный человек который возьмется контролировать этот вопрос ты один ты не можешь это все во-первых во-вторых вот заходя на сайт губернатора не далее как вчера на сайт нашего губернатора там четко было сказано отчет начальника инспекции жилищной комиссии Ахулькина там четко было сказано что этими самыми организациями ТСЖ управляющими компаниями в Курской области 60% руководят люди которые вообще не имеют отношения ни с ЖКХ ни опыта работы в ЖКХ ни знаний просто им повезло сесть в эту лодку и в испечении мы за то что если ТСЖ ведь исходя из вышесказанного из доклада Игоря Юрьевича из доклада Игоря Алексеевича получается что наш дом новый который только сдался у нас должны быть минимальные траты какие-то да мы повышали мы его поддерживаем я же первые два года шаг шаг год учила год боюсь мы повышали это все что-то мы боялись сломается лифт кто нас поддерживает а получилось ничего мы за то что получается что наш новый дом отрата вот мне как квартиру съемщику как собственную квартиру как плательщику я прихожу платить в классу и я плачу деньги все равно как будто я живу на рулевке а не в городе Железногорске ведь если взять конъюнктуру рынка если посмотреть вот конъюнктуру рынка жилищного у нас в городе я уже не раз с этим вопросом может быть кто-то меня как бы в данный момент не поймет может быть пройдет время вы вспомните опыт моей работы 35 лет в крупном бизнесе на Микарловском блоке не может быть отсутствия конъюнктуры не может быть отсутствия конъюнктуры вот что что у него ведь сейчас чтобы узнать сколько платит у Точилкина это невозможно даже жильцы не говорят Точилкин сам не скажет хотя бы бывший работник Бога он сам не скажет узнать что-то где-то что-то сколько платят люди уже боятся нам нравится это управляющая компания и они уже боятся не дай Бог вы что-то сделаете что от нас уйдет либо какой-то председатель ТСЖ а у нас получается что хочу то и ворочу какие субопоненты платят что они платят вот и вот буквально слово а эти субопоненты нам не платят мог почему почему если бы у нас было достойное правление и человек понимал что ему всего-навсего собственники доверили свое управлять своим домом а не это его весь дом собственность он бы по-другому к нам относился а поскольку я считаю что это не специалист здесь должен работать грамотный технический юридический грамотный человек это не специалист который отвечает они не хотят не платить это то что как говорится вот было сказано здесь а что если взять и сделать проверку кто из субопонентов платит кто не платит какие цены по каким расценкам мы ничего не можем знать мы ничего не можем знать Галина Ивановна если звонишь и она отвечает что у нее доктора заключены напрямую и слуха больных да это правильно это закон и не противоречит но сколько они вычитают что нам остается да радостно выходить на улицу Гурскую смотреть что ты живешь в таком красивом доме но платить очень горько очень горько ему тяжело собрать общее собрание тяжело потому что на последнем общем собрании его буквально рвали буквально рвали его поддержали его опять те кто в него верил а те кто в него верил те стали до хрипоты я объясняла что все исправится поверьте ему поверьте все исправится вы сами защищали да я сама первая защищала я год с ним ходила как на работу каждый год же день Игорь Юрьевич ты подтвердишь наверное теперь год я с ним борюсь теперь дошло до того что стало психологическое давление на жильцов жалуются люди что кому-то кто-то отражает допустим со мной был такой инцидент когда я начиная с января и по февраль я каждый день приходила во-первых на скорой день работаю сам для себя время работы с 8 до 17 это любое наше ЖКХ оно работало хотя бы до пол шестого хотя бы как-то я работаю на ЗРГОР мне каждый раз приходится спрашивать уже меня не понимает руководство я через этот мозг иисус чтобы успеть я прибегаю я в хвост его вижу он уходит вот так я проработала вот год я проработала с ним честно и добросовестно а вот уже скоро год я с ним борюсь спасибо так еще кто члены вы проверяли сайта а вообще постановление которое говорит председатель ЦСЖ не имеет отношения к ЦСЖ это 731 постановление надо распространять свои действия только на право отношения с управляющими организацией и ЦСЖ его исполнять не обязаны и информация которая дается это сугубо информация которую человек решил сам опубликовать в рамках этого постановления оно вообще не может рассматриваться отчетная особенно для ЦСЖ это имя управляющая другое немножко здесь правовое поле да здесь ЦСЖ не рассматривается в рамках 731 постановления фразиста там для управляющих компаний еще пожалуйста на все вопросы которые были поставлены что касаемо тут прозвучала фраза восхорбление нашего правления что люди собрались там ничего не сделали для дома я могу возразить потому что тот же вопрос я задам что сделали вот эти дамы для дома что они сделали в таком случае в таком случае в таком случае все отопительные элементы вот ведется вот такая ведомость я вам передать посмотрите первая ведомость это общий домовой счетчик две другие ведомости это ведутся на субопоненты у которых стоят счетчики поэтому стоят там регистры вот такие или вот такие они платят по счетчику мне абсолютно без разницы какие у них стоят и эти показания счетчиков в одно лицо вы списываете в одно лицо сюда вносите нам достаточно было два раза посмотреть на эти счетчики хорошо подождите подождите сам себе подождите подождите давайте послушаем теплосети а что звучит теплосети да вы представите теплосети и они присутствуют при запуске и проверяют давайте мы послушаем все таки я рад по отоплению здесь специалист есть поясните пожалуйста по этому дому конкретно по этому дому значит вы там я извиняюсь с кем работаете исполняю обязанности начальника этого спектра это вместо Галина Ванна понятно то есть вы этим делом непосредственно занимаетесь да Папова а? Папова инициала Лариса Викторовна написали Папова Лариса Викторовна пожалуйста по этому дому значит суд абонентов их двенадцать человек которые имеют собственность то есть те которые нежилые помещения имеются собственникам значит четверо из них сидят на стояках жилого дома то есть квартиры выведенные в нежилые которые помещены это четверо они находятся не на узлах а именно непосредственно в доме с ними ведется расчет по тепловым нагрузкам заключены договора расчет ведется и по сезону предъявляете им на числе но нам давалась информация что только три субабонента не имеют счет оказалось уже четыре четверо четверо на первом узле это Юдин Юлинкова СИЗО и аптека Виола на втором узле сидят трое четвертый выведен на автономное отопление он отношения к отоплению не имеет только пользуется горячей водой у всех по горячей воде счетчики расчет ведется по ним ведутся журналы все учитывается обязательно значит от вашего общедомового счетчика отнимаются показания офисных счетчиков и отнимаются расчетные показатели по 4 квартирам которые на офисных счетчиках не сидят все это отнимается от вашего общедомового и предъявляется уже непосредственно чисто то что жилые квартиры а потери появляются нету? то есть сложите все и общедомовой и там формула нет там потерь нет просто показания общедомовой счетчика то есть все счетчики приборы показания недоблокированы работают исправно все нормально да поэтому можете прийти к нам проверить открытся вся информация просмотрим все начислили просто потому что знаете в некоторых домах есть общедомовой счетчик и скажем счетчики квартирные а когда баланс сводят получается ну потери большие в частности по электроэнергию у нас такой и это начисляет на тех у кого есть счетчики а те кто без счетчика по нормативу у вас поскольку все со счетчиками есть общедомовой счетчик что там в общем-то и потерь нету сейчас не промывают и вот в плане того есть потери что у нас есть несколько квартир которые имеют газовое давление она сказала это одна которая не жила которая не а то что есть жилые квартиры которые есть с автономной ходят по тем же самым лестницам где мы ходим которые отапливаются но мы уже платим за них они уже не платят они что замок не платят нет они замок планируют это мы уже платим вот допустим жилец идет грубо говоря на девятом этаже он имеет газовый котел и топит сам с девятого этажа до первого он идет к себе спокойно дети гуляют это вы должны решить на общем собрании обособлены будем лицам которые как-то выделяются из все схемы потребления понимаете то есть на собрании сказать так вы должны платить 0 0 0 0 0 0 0 протестовать что касаемо отравления за места общего пользования во-первых собрание не может установить сколько платить это должен быть расчет на все 35 квартир которые в этом объезде находятся и сколько нагревательных приборов это должен расчет но вы рассчитываете по квадратным метрам все равно мы рассчитываем что мы рассчитываем все по квадратным метрам почему не поделить в этой стороне подъезд взять 9 этажей посчитать общий квадратный метр поделить на всех жильцов этого подъезда и все и вопросы вообще снимаются не ваш адрес хорошо вопрос этот мы с ними ну то есть есть вопрос это с ними вопрос есть с ними не вопрос я извиняюсь вы перебили у вас все или ничего в принципе все по субопонентам все теперь скажите пожалуйста вот плату за дом за отопление вы производите расчет через него или вот те которые не являются жилыми помещениям собственно отдельно платят не жилые платят отдельно мы выставляем счета фактуры они производят то есть мы только за жилые помещения за жилые помещения выставляем вот общую счет фактуру на ТСЖ только за жилые не жилые у нас платят отдельно а мы вот предлагаем вот такой вот вариант дождите секунду мы предлагаем вот такой вот вариант что должен быть либо тройственный договор то есть мы должны видеть у нас получается мы работаем с противостоянием доверии мы мы работаем на доверии вы понимаете о чем я говорю они значит имеют наши показания потом сами начисляют то есть мы работаем на доверии я да я хорошо они меня научили но это мои деньги я их хочу видеть эти деньги у нас нету договора который бы прописывал регламент предоставления либо информации либо подписание актов сверху это тоже правильно у нас этого нет у нас что-то не вот нам выставляют счета на оставшуюся допустим от вычета это другая история это процедура давайте так мы вот эти вопросы скажем взаимоотношения ТСЖ теплосетей и те кто имеет нежилые помещения это ваше ну как решить собрание понимаете все должно отсталкиваться от решения собрания там где есть какие-то ну будем говорить непрописанные вопросы что прописано в жилищном кодексе прописано правила предоставления услуг есть но случаются такие варианты которые нигде ничего не прописали вот здесь вы как председатель должны собрать с людьми заручиться их ей поддержкой как будет правильно может быть вы не правомерно примите решение но это будет решение собрания которое нет я кто-то может быть недоволен но здесь в законе написано в уставе если больше 50% проголосовали остальные должны подчиниться хотя это тоже вопрос такой 49 против 51 кто несет субсидарную ответственность если провалилась операция да кто понесет убытки но тем не менее я еще раз говорю давайте мы не будем скатываться на то чтобы мы здесь решали технические вопросы что касается было предложено взять этих субабонентов на свой счетчик и со своего счетчика производить им начисления мы просчитали у нас получается если мы берем этих субабонентов 4 квартиры на свой счетчик то у нас выходит дороже мы выставляем население чем объясните людям я это объясню не надо объяснять я сама могу объяснить ему 14 рублей или 11 рублей с квадратного метра и все объяснение 14 рублей либо 11 одну минуточку вот и все объясните подождите одну минуточку у меня решение у меня решение решение по вопросу поднятия амоп они у меня сохранились я не амопа а отопление я не амопа а отопление а что а что понимаете вы считаете сами как вы решили так и считаете почему изначально речь идет о том что у нас нет правления у нас есть один председатель который может заменить 7 человек правления один хорошо ревизера нет один я так решила вы даже сейчас отчитываете как один вы знаете я не буду спорить я не буду спорить вам лучше сложить полномочия я объясню последний вопрос последний вопрос я объясню будем подводить что касаемо вот этих 23 апреля там марта 23 апреля это был написан протокол 6 апреля было налоговой зарегистрировано только ТСЖ 6 апреля 9 9 и с 1 июня 9 она только начала работу поэтому с завтрашнего дня действительно если решение не подводите цифры под себя как сейчас то сейчас тусуете точно так же как тепло я не буду с вами спорить потому что вы столько раз приходили в офис вы говорите мужа вы его как оскорбили прежде чем он нас выгнал с офис и и и и и и и и вы и 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 Это арифметика, точная наука. Это не домыслы, это арифметика. Не надо выгубаться, надо смять математику. Вот именно. Делить на 7, и у вас получится... А что делить на 7? У вас, знаете, сказано, отопительный сезон длится 7 месяцев. Правильно. Но вы расчеты производите неправильно. Так, давайте там. А мы всегда открыты ради этого. Я обращаюсь к вам, как председатель. Постольку. Постольку. Есть вопросы. Хотя бы один человек усомнился в вашей... Не обязательно. Усомнился в чем-то в вашей деятельности. Вы обязаны, как человек, работающий прозрачно, убедить в обратном и доказать на факт. Подойдите, подойдите. Потому что, если вы этот конфликт, будем говорить, или недоразумение, не уладите, можно прогнозировать такую ситуацию. Они обратятся в прокуратуру с проверкой. Начнут проверять ваших деятелей. И я, так сказать, не хотел бы, чтобы вам была головная боль. Даже если они вам ничего там не найдут криминального, но вам столько попортят нервы, и такую вам славу создадут эти органы, что вы им будете не рады. Поэтому мой совет всех членов группы Народного Контория. Предложение. Да. Ну и пусть тоже, я считаю, что если кто хочет не сказать, тогда я буду подводить. Давайте, посоветуйте, что ему делать, чтобы я свое мнение не навязывал. Совет такой вот у меня есть. Давайте. Статя 145 жилищного кодекса в общей собрании членов товарища собственников жилья. Здесь все написано. 1, 2, 3, 5, 10. По пунктам надо идти и выполнять. Вот. Собственники жилья вправе задавать вопросы. И председатель правления, и правление обязаны на эти вопросы отвечать собственникам жилья. В умусной форме, в письменной форме, в любой. В доступной форме. И поэтому не бегать от них, а идти им на встречу. Потому что вы работаете для них. Для них работаете. Они вам доверят. И они, как покупатели в том магазине, всегда правы. Поэтому вы должны идти на встречу. И вот женщины сидят и говорят. Вы, пожалуйста, измените график работы. С 9 часов до 18. Чтобы им было удобно. Да я ради Бога. Готов. Но офис. Поэтому читаем на жилищный кодекс. Офис мы снимаем. Здесь все написано. То есть вы платите за это? А что после вашего работы? И там кто-то работает в этом офисе? Никто не работает. Просто хозяева уходит и закрывает. Все. Давайте не устраивать жильцов. Потому что жильцы после 5 часов появляются. Я согласен. Где мне? Я выхожу в обор и совсем беседую. Да не беседую. Да не беседую. Беседую. Весь дом беседую. Нам не нужно, Игорь Игорь Ильич. Нам нужно правдение. И все, что нам нужно, нужно правдение. Тогда слушайте дальше. И все, что нам нужно, нужно правдение. Вы, как собственники жилья, собираете инициативную уроку. И приходите с приглашением. Провести общее собрание. И проводите оборудование. Вы можете его не приглашать. Вы можете сами провести. Беседую. Но вы должны, извините, пожалуйста, вот то, что зачитал Сергей Юрьевич, значит, должны четко по этому делу. То есть объявить, как инициативная группа. Объявить, когда собрание проводится. Договориться с помещением. И самое главное, регистрация участников, чтобы у вас ворум был. И участники не по головам считаются, а по метрам. То есть, если у вас будет 13 тысяч, если у вас будет 8 тысяч квадратных метров собственников. Все правомерно. Или они по доверенности вам кому-то получат. Но должно быть по метрам. И тогда ваши все решения, которые вы примете, будет там председатель ТСЖ, не будет. Они не будут опротестованы. Вы можете его снять с работы. Если он от вас будет. Это ваше право. Вы расторгаетесь им договор с момента проголосования собрания. До того, пока вы это не проголосуете, он пока председатель. Избирали вы, не избирали. Правильно, неправильно. Но юридически пока так. Но вы говорите, что он деньги не получает. Ну и не докажете, понимаете? Он же ни с кем договор не расторг. Они выполняют функции за его подписью. И он перед ними очистит. Поэтому так вопрос вы тоже. Есть правомерный сайт. А вот так как вот эта статья 45 жилищного коза, откройте, почитайте. Он для всех одинаковый. Мы ничего нового тут не вызываем. Знаете, так вот наше разрешение и носило в себе эту информацию. Вот если открыть изначально наше заявление председатель, вот то, чему вы, как сказать, доводили к информации при нас, там это было и написано. Невозможно. Невозможно это сделать. Человек делает все, чтобы сделать так, как ему надо. Изначально, если принять, что неделю назад я подходила к тебе и говорила, Игорь, успокойся, не нервируйся. Стоп. Ты останешься председателем. Да мне не надо. Я не хочу пойти. Понимаете? Не хочу. Сложи. 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 Напишу. Ради Бога. Мы не взяли. Значит, давайте. Да. Да. Ох. Да. Тихо. Вот при вас что происходит? Значит, если то, что вы провели голосование заочное, хотя оно тут без даты, ну, наверное, если докажешь, то фальсификация. То есть фальсификация. Пусть докажется. Тогда, значит, пусть это собрание, мы будем говорить, оно имеет место, тогда вы начинаете действовать по закону, по расстройству. То есть вы сомневаетесь, объявляете, что собрание должно пройти тогда на датах. Собрали людей, провели. И то решение, которое было заочное, вы можете отменить. Только и всего. Потому что вот у меня доверие. Да. Поэтому все равно нужно начинать собрание жильцов. Вот пускай Игорь Юрьевич отчитается перед нами. Перед нами. Мы спросим, поскорили его. Да. Я перед началом собрание с жильцами. Давай. Я продолжаю. Вы точно не соберете. Это нереально. Так он должен отчитаться. Вы не правы, что он не реально. Значит, он хорошо за 10 дней предупредить. Вопросы на собрании. Выбедите камень на логово. Выбедите камень на логово. Выбедите, а что он читается. А мы поставим послушать. И, может, ему такую премию выпишут, что и не снилось другим домам. Мы знаем и законы, и порядки. Здесь написано так. Если первый раз не собрались, второй раз собираются. Второй. Закон не написано. Второе – общее собрание. Если это будет протокольно подтверждено, что у вас первый раз форума нет, второй раз форума нет, тогда вступает правило заочное голосование со всей паре. У нас недавно, буквально, вот в этом или апреле месяце, скандал, который длился полтора года по Гагарине на четыре. Четыре даже, по-моему. И вот четыре. Там, значит, ситуация такая, что этот дом в свое время взял жилищник, заключил договора на подачу всех коммунальных ресурсов со всеми организациями. Какая-то инициативная группа решила уйти, ушли в ГУК. ГУК начал с какой-то части людей собирать, будем говорить, деньги. Это тянулось до тех пор, пока там не провели собрание, и провели заново заочное голосование. Провели, в конце концов, все люди, по большинству, выбрали ГУК. Но! Жилищник подал в суд на ГУК за то, что необоснованное замолдение, и суд сегодня принял решение взыскать с ГУКа необоснованное. То есть не расторг договора, не имеешь права собирать. И сегодня ГУК, все, что он собирал, и, может быть, перечислял там потом в перенасчете, обязан, так сказать, вернуть на первоначальность. Таков закон. Поэтому давайте мы все-таки не эмоциями руководствоваться, а нормами, положениями жилищного продукта. Мы не согласны. Мы не согласны. Мы не получали этих бюллетеней. Я получила с уведомлением 24-го мая. А 25-го мая я его получила. Понимаете? Это уже нарушение. Вопросы были вывешены за ради. Вы заявление о вступлении членов ТСЖ писали? Да. Он сам раздавал, мы его подписываем. Первый раз. Первый раз. Да. Заявление у вас сколько, Игорь Юрьевич? Что? Собственники сколько заявлений написали членов ТСЖ? Больше 50 процентов. То есть заявление у вас есть? Первоначальник на нас выдавали ТСЖ. Да. И решение. Членов ТСЖ сколько процентов спрашивают? 60 процентов, я уже ответил. 60 процентов? Членов ТСЖ? Да. А собственники все равно такие же права имеют, как и члены. Конечно. То есть там разница в другом. Теперь еще один момент. Вы все время апеллируете одним и тем же вопросом, что 50 процентов плюс один. Да. Нет. На что? Нет. Все, что касается ремонтных работ, две трети. Еще больше даже. Как? Больше? 60 процентов. Если брать... Все, что крыша, лапки, залапки, то, что у вас вот последний графарик. Ну правильно. Смеру эту не приняли. Это должно быть подтверждено. Но проголосовано за часть ремонтных работ две трети голосования. Собственников жилья. Собственников жилья. Правильно. Но эту же смету не приняли. А кто ее примет? А как вы тогда по ней по финансированию проводите? 400 рублей? Да, мы никак не проводим. А 400 рублей вы собираете? Никак не проводим. А куда же все идете? 40 рублей. Ну берем 400. Мы должны обосновать их. Так они же здесь сидят. Извините, не 14, а 14, а 169. Он же выберет мусор. Почему? 15 рублей мы платим. Куда деньги идут? Опять мы не платим. И здесь вот… Ну если мне администрация скажет, что не платить организациям, я не могу. Администрация ничего не скажет. А почему? А не на кого? Нет. А что? Члены группы народа, еще кто хочет высказать свое мнение и пожелать? Игорь Юрьевич. Да. Хочу только одно. Погасите этот пожар, который возникает. Потому что… Я всю голову. Нет, сейчас пока только дым, наверное, идет. Но мне кажется, будет огонь уже скоро. Вы знаете… А вот для вас будет… Нет, для вас лучше. Даже если в жизни вот не изберут дальше, зато вы уйдете победителем. Или вы уйдете просто на… Представляете, все будут думать о вас. И вас… Ну я просто… Откровенно по-человечески говорю. Я… Надо просто что-то подумать и… Сесть вместе с ними вот, с вашими представителями и порешать этот вопрос. Пусть это даже может быть ущерб вам, где это произойдет. Но лучше порешайте вопрос на то, чтобы сглазить это суть. Проведите еще раз… Не столь, не столь. Не столь. И убедите других членов правления. По одному от каждого подъезда. Так. Проведите уже постфакт. Проведите. Потому что… Почему постфакт? Это постфакт. Так. Значит, еще членов правления на постфакт. Значит, тогда, если нет, я вам предлагаю рассмотреть проект решения, который мы с вами должны принять. Значит, решение группы народного контроля 31 мая 2001 года. Учитывая объяснение представителя посажей Японской 76-2 группы народного контроля решила. Первое. Обязать представителя посажей Курской 76-2 провести отчетно-выборное, обязательное, годовое собрание собственников на оперативном доме 76-2 по улице Курской с повесткой дня. Первое. Отчет правления ПСЖ. Второе. Отчет ревизора. Третье. Выборы правления ПСЖ. Четвертое. Выбор районной комиссии ПСЖ. Пятое. Разное. Второе. Поручить члену группы народного контроля Гойнину и члену комиссии по расформлению ЖКП присутствовать на отчетно выполненном собрании ПСЖ. Контроль за исполнительное решение. Ну, я считаю, на меня я буду контролировать. Вот такой вопрос. Спасибо большое. Надеюсь. Да. Поэтому давайте, Игорь Юрьевич, определяйтесь. Значит, давайте мы будем вам всячески помогать. Потому что... Седьмая школа предоставляет помещение. Седьмая школа, директор сказал, я предоставлю вам помещение. Собрание необходимо провести не на улице, не в базаре, а в помещении, как по-моему, цивилизованное. Директор седьмой школы готов предоставить, только заранее его предупредить. И тогда уведомиться, я сказал, что я актовый зал вам предоставляю. Я вам об этом сообщаю. Просьба такая. Значит, за проект решения нет других предложений? Кто-то должен принять такое проект решения, прошу проголосовать. Хорошо. Просьба. Значит, тогда, Игорь Юрьевич, оставьте свои, как говорится, эмоции, пыл. Вот что сказал у меня штейнберг, значит, я вас прошу, значит, определитесь с датой, вывести объявление, договоритесь директором, что подготовьте рамотно, пусть присутствует ваш бюджалтер, пусть присутствует там ревизор. И те, ну будем говорить, здравые предложения, которые есть, не надо первых. Старший от каждого подъезда, значит, или члены управления, управления. Наверное, будет правильно. Во-первых, вы с себя снимете всякие подозрения. Каждый в подъезде будет разговаривать с группой, которая проживает в этом подъезде. И с вами потом будут, так сказать, выносить решения. Тут, ну, мелочные розы. Да, вы там убили 290 тысяч, но эти же люди вернут деньги, и они, говорят, вот на счёты в эти деньги куда-то же направили. Заплатят. Заплатят. Я понимаю, что у вас котловой метод, но то, что у вас нет накопительного счёта и какие-то вопросы, вот то, что ТСЖ говорит, ремонтные работы, ремонтные именно, не обслуживание, а там подметание и так далее, должны вы сметру две трети. Вот у вас есть там 13 тысяч квадратных методов, вот две трети посчитайте. Комплект собрания. Да, две трети, да. Разрешат вам ответ. Поэтому, может быть, раз придётся выходить, может быть, второй раз, может быть, третий. Жизнь одним днём не качается. Вам, так сказать, люди доверяют серьёзную большую работу. А шишек вы за два года набили. Очень приятно было слышать, что вас хвалят, как человек разговаривает. Но где-то между вами пробежала чёрная кошка. Вы друг друга не хотите услышать. До тех пор, пока решали технические вопросы, там юридические вопросы, мы друг с другом общались каждый день. Потом, когда стал вопрос, что, Игорь, мы много платим, давай решать финансовые вопросы. Всё, дороги разошлись. Ну, подавления вы меньше платить не будете. Вы какую комиссию вы принесли не будете? Игорь, вы, значит, должны знать. Вот, скажем, есть гигакалория, цена её. Да. И сколько этих гигакалорий за отопительный сезон тратит ваш дом. Разделить одно на другое получится. Или это на двенадцать частей разделить. Или на серый месяц. Правильно. Вот у нас за этот сезон вышло 22 рубля. За 7 месяцев. С квадратного метра. Если владелец. А если надо, то вышло в тренадцать. А у людей одиннадцать. Вот у людей одиннадцать. Вот наш дом. 9 этажей. Кирпичный. Так. Уважаемые присутствующие. Слева и справа. 1070. Уважаемые. Мы желаем вам один компромисс. Что ж. Притереться с другом. 1061. Вот она. 1070. Вот она. 1070. Вот она. Все факты. Мы желаем на этом деле. Закончить. И ждать. Когда вы там все таки. Проверите. Скажите. Мы пришлем. Все решается. Очень грустно. Все решается. Народно готовим.